Как вас зовут? Меня зовут Александра. Я очень рада, что вы меня взяли. Ну, вы давно ждёте, это нормально, что я вас взял. Слушаю, Александр, в чём вопрос? Вопрос? Я вроде с мужем начала уже как-то находить общий язык, точнее, в своей голове. Но меня больше волнует отношение с мамой и отношение с моей свекровью. Что с ними не так, со взаимоотношениями с мамой и со свекровью? Меня очень сильно раздражает моя мама. Как она вас раздражает? Вы терпеть её не можете ещё? Вы хотите её ударить или что? Как она раздражает? Нет, просто аж. Как сказать, мама ест, а меня раздражает, как она ест. Как она чавкает громко или что? Нет, я не могу этого никак понять. И вот я жду от свекровки всё время какого-то косяка, что я на неё наеду за этот косяк, скажем так. Давайте сначала с мамой разберёмся. Мама раздражает, как кушает. Чем ещё мама раздражает? Когда она начинает жаловаться. На что? И как? Начинает просто вот всё, что мама не сделает. Я понимаю, что что-то со мной не так. Не с мамой, конечно. Но я не могу понять, в чём причина. Почему я... Ну, всё раздражает. Ну, голос её раздражает. Внешний вид. Может быть, как-то внешне. Она сильно поправилась. Стала плохо выглядеть. Раздражает, когда у неё грязная голова. Не помыть маму. Говорю, мама, помыть голову, например. Или как-то вот... А вы вместе живёте? Нет. Отдельно. Просто как-то отмечаем. Мы, конечно, сначала соскучились. Но потом я начинаю в себе замечать, что у меня абсолютно... Вот через сколько это происходит? Когда вы видите недостатки в маме, да? После приезда. Я думаю, часов через 10. Через 10 часов. Так. А далеко мама-то живёт? Да нет. Я живу в городе. Она живёт в области. Вы в каком городе проживаете? Омск. Омск. Так. Так. А чем дело-то заканчивается? Что? Чем дело заканчивается? Сколько времени у мамы вы проводите? Ну, бывает... На выходные... Не долго, нет. На выходные в основном. Потому что я живу в городе. У меня ребёнок ходит в школу. Я сама ещё пока в декрете. Ну, приезжаем на выходные. Вот сейчас были майские праздники. Были там несколько дней. Так. И через 10 часов раздражение началось? Ну, я в себе гашу, конечно. Это типа... Саша, успокойся. Это твоя мама. Я люблю маму. Я начинаю себе там в голове... Внушать. Да. Ну, бить себя, как говорится, по щекам. Ну, там, в голове. Вроде как ты что, совсем что ли? Это мама твоя, а? Что больше всего бесит маме? Что она слишком много требует к себе внимания. Ну, вот как она это требует? И что больше всего бесит в этом требовании? Какой момент? Ну, начинает ныть. Ныть всё время. Мне кажется, что складывается такое впечатление, что она это делает специально, чтобы на неё обратить внимание. Скажем так. Но это не со зла. Ну, я понял. В эти майские праздники нытьё по какому поводу было? Что мама... Ну, мама болеет. Чем болеет? После последствия, после ковида у неё суставы плохо двигаются. Она ходит с двумя палочками. Сейчас, понятно, сложно. Плюс у неё лишний вес. И она это всё заедает. Как бы. Ну, вот, знаете, Саш, вот вы пришли к маме в гости. Папа там же живёт? Да. Кто там ещё живёт? Папа, мама, кто ещё? Папа, мама. И всё. И вот мама говорит, ой, суставы болят, ходить не могу, а дышка, давление, там, что на что он ещё жалуется. И вас начинает мгновенно раздражать? Ну, не то чтобы мгновенно. Ой, как сложно раскапывать. Да вот как есть. Это же ваше чувство. Мы же не живём с вашей мамой все вместе, да. Надо же понять, чего в голове рождается. Ну, да. Как-то вот пытаясь тоже в себе разобраться, откуда это рождается. Если бы я понимала, я бы... Давайте так. Когда это первый раз появилось? С какого возраста есть раздражение к маме? Наверное, после того, как она начала жаловаться на папу. Вот я так думаю. Потому что... А когда это началось? Не знаю. Не помню. Вы с родителями... А когда родители уехали? Ой, уехала я... Учиться поехали в город в 99-м. Сколько лет назад? Ну, лет 22, получается. 22 года, да? Да. Сколько вам было лет тогда? 17. Да. Сейчас вам сколько получается? 41? Ой, нет. Я с 82-го. Это мне 39. 38. 38 лет. Так. Мне 38 лет. Ну, вот когда вы с мамой жили, да? Вот там вам 15 лет. Как вы переносили атмосферу родительского дома? Да там-то такого не было. Это вот... Это когда появилось-то? Вот я не могу сказать точно. Ну... Когда ребенок родился? Мой? Да. Мой же? Да-да, конечно. А может быть, я не знаю. Возможно. Но мне кажется, это что-то как-то в комплексе связано с моей семьей. С моей семейной жизнью, может быть. Но мне кажется, где-то да, где-то так. Где-то в районе... Где-то в районе, может быть, 8-10 лет. Может быть, семейной жизнью, но конкретно вот этот негатив я стала чувствовать в себе, может быть, года 3. Года 3 где-то, я думаю. Завжим до новых? 10 лет. 9. 8. Кто больше? Я прощу прощения. Так. Нормальная задача. Честно сказать, когда не считаю. Ребенку 8, значит, 9 лет замужем. А, так. Вы в 29 вышли, да? Ну, в 30. В 29, да. В 30 родили ребенка, да? Угу. Так. Что в семейной жизни стало происходить не так, со свекровью связанной? Еще раз не поняла. Вы говорили вначале, что со свекровью тоже есть проблемы, аналогичные, как с мамой, либо похожие, и вы не можете их разрешить. Что именно там? Просто я понимаю, она очень много для меня делает. Что именно? Ну, я все, что не попрошу, она всегда все делает, но я все время к ней придираюсь, и я понимаю, что это дело-то не в ней, а во мне. Как я к ней придираюсь? Ну, она вот что-нибудь, ну, не знаю, например, вот оставила тарелку грязную, я в голове думаю, ну, тарелку оставила, не помыла. Ну, такие бы. А в свою или в чужую? Ну, в свою поела и не помыла за собой, там, прихожу домой, дома грязно. Она, например, с детьми помогает, я поехала на работу, прихожу домой, дома мусор как ссорная, как-то я прям не могу. А когда вы к ней домой приходите, тоже претензии рождаются? Ну, у нее тоже бардак все время. Да. Претензии, да, рождаются. И чем дело заканчивается? Ничем, я молчу, зачем, это же я думаю. Как это, ну, а если к вам она приходит, и там посуду не помыла до конца, что-то не прибрала? Нет, я внутри сержусь, как бы, я молчком беру и убираю. Ну, просто... Окей, к чему это в вашей жизни это приводит? Что вы там плохого? Ну, раздражайся на человека, и что? Я не хочу раздражаться. Я хочу, безусловно, любви ко всем. А зачем вам это не надо, Александр? Зачем? Да, это же обязывает. Еще раз не пила. Это же обязывает, безусловно, любовь. К чему обязывает? Ни к чему она не обязывает. На самом деле, обязывает, знаете, в чем-то, что будут эффекты после этого. Эффекты в том, что вы перестанете тратить время на ерунду. Эффекты в том, что вы, скорее всего, может быть, и поменяете свой круг общения. Эффекты в том, что появится много энергии, и захочется что-то новое делать. То есть, она побуждает. Ну, некоторые боятся этого. Я просто говорю, что такие эффекты бывают, да, и иногда у людей некий шок наступает, и им трансформация дается из-за этого немножко болезненно, когда приходится там сепарироваться от родителей, от общества, с которым ты привык. Не бухать по выходным и так далее. Ну, и тому подобные вещи происходят. Так, хорошо. С кого начнем? Со свекрови или с мамы? Ну, с мамы, конечно. С мамы. Так, вы приехали к маме на майские праздники. Прошло 10 часов. И я начал замечать, что у мамы непомытая голова, так как бы я ее помыла. Плюс мама при этом рассказывает о том, как у нее болят колени, и что она не может дальше 10 минут пройти. Я ей могу сказать, мама, давай я помою тебе голову или как-то. Что дальше? А, ничего мне не надо. Не хочу. Я потом помою, и она начинает что-нибудь жаловаться. Там, на папу. Папа там, например, что-нибудь там грубо ей ответил, например, или еще что-то. Когда-то там или прямо сейчас? Когда-то он грубо ответил ей? Ну, как бы вот в период этих 10 часов. Окей. Да, папа что-то грубо сказал маме с ее слов. Мама не хочет бежать и мыть голову. Она говорит, что у нее после ковида больные колени. Вижу, что она плюс в 30 килограмм набрала за последний год. И мне это раздражает. Вот как я это чувствую? Как я это чувствую? В своем теле. Мне кажется, у меня какое-то такое жжение в животе. Такое легкое. Как-то вот... Да, как в эпигастрии. Вот тут вот. Жжение в эпигастрии. Ну, не скажу, что прям жжение, но как-то тепло стало вот в животе. В каком месте живота? Эпигастрии. Эпигастрии, да? Сконцентрируйтесь на этом ощущении. Оно приятное или нет? Ну, такое обычное. Обычное. Это не больно, это неприятно. Ну, просто вот это желание, вернее, вот это раздражение я ощущаю в этом месте. На маму. Ну, да. Когда вижу... Я больше всего не ощутила. Да, вот вижу ее волосы, немытые там день или сколько, или неделю, да? Начинают считать, может быть догадываешь, что не пахнет даже так, как мне не хочется. И вот в этот момент что-то рождается. В теле. Это там рождается? На Пегастрии? Да. Так. Сконцентрируйтесь на этом ощущении. Вот пойдем в прошлое, посмотрим, откуда это. Итак, Александр, скажите себе, мне 30 лет. Есть это ощущение в теле? Мне 30 лет. Нет. Нет, мне 35. Мне 35. Есть. Мне 32. Мне 32 года. Мне 32. И это чувство? Да, да. Мне 31. Есть, есть, есть ощущение. Сколько процентов 31 осталось от того, что было? Мне кажется, даже посильнее стало. Посильнее стало. Мне 30 снова. Так, так, мне 30. Мне 30 снова. Как ощущения? Мне 30. Мне 30. Мне 30. Я это чувствую или нет? Ну, нет, оно как-то притупляется. Что такого в 31 год произошло, связанное с этим ощущением? Мне 31. Ну, вообще в 30 я родила. Вот что в 31 происходит с этим ощущением, которое вот так вот появляется? Мне 31. И я нахожусь в той ситуации, я вспоминаю, когда вот это первый раз возникло ощущение. То есть, то, что приходит на ум? Да, то, что вот это ощущение, оно само мне подсказывает. Когда мне 31 год, я вспоминаю ассоциативность, с чем это ощущение связано. Как будто я вспоминаю о каком-то отдыхе, где я когда-то отдыхал. И тоже его как-то помню в теле. И вот мое тело начинает само мне подсказывать. Мне 31. Да, и вот это начинаю чувствовать. Что в этот момент происходит? Где я нахожусь? В какой ситуации? Я дома или где-то в другом месте? Ну, вот у меня в животе пульсирует, но в голову вообще ничего не приходит. Вот я в той ситуации, где это первый раз произошло. Где я в этот момент нахожусь? Сконцентрируйтесь на ощущениях, он само вам подскажет. Где я в этот момент нахожусь, когда я это начинаю чувствовать в первый раз? В какой я ситуации? Где я нахожусь? Что в этот момент происходит? Кто рядом со мной? Ну, это где-то дома у мамы. Дома у мамы. Что происходит дома у мамы? Вообще ничего не происходит. Просто как бы обычный, обычная, обычный день. Наверное, я вот представила, что я с дочкой на кровати. Так, она маленькая, да? Ну, да. Я просто вспомнила тот момент, когда я пришла из роддома. Когда муж приехал. Или нет? Из роддома. Ну, в общем, вот как-то оно все скомкало. Что вроде как бы я только из роддома, но вроде и муж приехал. Но мне тогда еще, по-моему, не было 31. Мне было 30. 30 было. Вот еще раз подумайте. Вот то, что сейчас вспоминается. Бывает такое, что на самом деле, может, и в триксе биологически происходило, а может быть, чуть-чуть попозже. Вот что вспоминается в связи с этим ощущением? Вот именно, видимо, когда муж приехал, он... И что? Приехал муж? И что дальше? Я рожала в области. И, то есть, я там была, когда меня забирали из роддома с дочкой. Но муж был на работе. Он нас не встречал. Он приехал через 2 недели. И вот я вспомнила вот этот момент почему-то. И что там такого было, когда меня встретил муж через 2 недели после родов? Ничего такого. Вот не было никаких таких вот невероятных, плохих. Ну, было хорошее то, что как он увидел дочку, вот этот взгляд, как она на него посмотрела. Что было до этого, когда меня, когда я из роддома, из роддома, да, вот я вот выписываюсь, правильно? Кто меня встречает? Что происходит? Я выписываюсь из роддома. Что происходит? Ну, ничего, все хорошо. Мама, папа, сестра встречаются. И вот с момента выписки и до того, как пришел муж, что происходит, связано с этим ощущением? Ничего у меня, ничего здесь не происходит. В животе сейчас ничего нет. Вот, вспомните это чувство, вспомните это чувство еще раз, сконцентрируйтесь на этом ощущении жжения в районе педастрии, и вспомните, что с этим связано. Что с этим связано? Муж приехал, да, допустим, вот эту тему попробуйте разбить, и что там стало происходить? Связано с этим ощущением. Что там происходит, когда вас выписали из роддома? Да, я не... Ой, как оказывается, это трудно. Нет, это не трудно. Ваше подсознание все это помнит. Какие напряги стали происходить с мамой, когда вы выписались к ней домой, а не к Сибирь? В первое время после рождения ребенка? Нет, мама очень помогала всегда. Вот именно, я не могу суждать это с мамой, вот это ощущение. Вот именно после ребенка. Что там происходило, когда вы из роддома вернулись в родительский дом, в родительский дом, вместе с новорожденным ребенком, и как-то явно устраивали свои бытовые вопросы? Что там происходило? Мужу нет рядом, или он потом появился? Все было хорошо. Дом полон любви. Мне очень помогают, и мама очень помогает, и папа, купаем ребенка. Что после родов, там, ну, эти женские дела, нельзя сидеть, там, вот это напрягает, но это не связано с этим ощущением. Но это не то. Хотя вот я сейчас сказала про это, и у меня зажгло здесь. Так, вот что вы вспомнили точно, просто разбейте еще раз. То, что мне нельзя было сидеть после родов, пиздево там, сшивали. То есть у вас разрывы были? Прям зажгло. Так, разрывы были, да? Ну, мне сделали пиздево, и доктор меня зашивал на живую. Роды прошли, дай бог, каждому. Все, кто надходит, всем желают родов. Единственное, что было испорчено, это, ну, как бы, ощущение от родов, это то, что вот меня зашили, я потом мучилась с этим швом, потому что там все жутко болело, он не очень удачно зашил меня, как-то вот и неаккуратно. Вот. Он прям горит. Да, 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 да. Удавайтесь. Сначала все помню. Так, вот мне неудачно зашили, я не могу сидеть. Сколько это продолжается? Ой, я боялась садиться, да, в какое-то время. Больше месяца, хотя там говорили месяц, но я боялась садиться больше месяца, но потом села, видимо. Иначе что? Что произойдет, если я сяду? Ну, нельзя же было, просто нельзя сидеть, потому что там могут разжать швы, наверное. Так. Ну, если ты сядешь, то шов разойдется. Да, садиться нельзя, но как бы я и сама знаю, что там же может все разойти. Да. Вот. И меня очень сильно беспокоил шов, он там неаккуратно зашил, и там все жутко тянуло, и это долго очень продолжалось. Вот весь месяц был дискомфорт. Теперь понимаете, откуда триггер родился? Ой, что вы говорите? Откуда это родилось, понимаете теперь? Теперь поняла, да, потому что ощущение появилось. То, что если вы приезжаете к маме домой, и она опять начинает пилить и стонать, включать какую-то болезненную музыку, да, и в том числе и внешне не очень выглядеть, вы тут же вспоминаете свою боль, и ассоциированность с материнским домом, с родительским, и вам станет некомфортно, у вас возникает раздражение, потому что тогда вы не рассчитывали на то, что месяц будет болеть, не так зашьют, и еще долго находиться в стрессе по этому поводу. Ну, давайте отработаем, все будет понятно. Так, Александр, скажите себе, мне один день оживотил своей мамы? Мне один день оживотил своей мамы. Как там ощущения? Супер, тепло, хорошо. В этот момент, представьте, что к вам приходит Бог и говорит, дорогой Александр, твоя жизнь не получится так, что после родов ты целый месяц не сможешь садиться, тебе доктор неудачно зашьет, и у тебя будет очень долго все заживать, и ты будешь бояться садиться, что, не дай Бог, там все не разошлось, и заново не пришлось поживую тебе зашивать. Но все это для того, чтобы в этот момент ты себя почувствовал абсолютно счастливой женщиной, мамой, которая наслаждается каждым мигом родительства в этот момент, и это для того, чтобы и деторождение, и воспитание ребенка, и самое главное, первый год жизни у тебя ассоциировался только с состоянием счастья, любви, комфорта и радости. Это для того, чтобы каждый твой миг в жизни теперь был бы наполнен любовью, счастьем, радостью и состоянием удовольствия. Как ощущения? Нежок, допекался. Нежок. Так, я приезжаю к маме, я приезжаю к маме, через 10 часов я смотрю, у нее непомытая голова. Как ощущения? Такое может быть, ничего не чувствую. Ничего не чувствую. Мама, человек говорит, у меня колени болят, я пойду еще что-нибудь, рубану сейчас тортика, килограмма два, чтобы не успокоилось настроение. Так. Как ощущения? Знаете, немножечко все равно вот как бы, но нет такого прям дискомфорта, то, что вот было, да, в эпигастрии. Так. Немножечко так, чуть-чуть совсем как бы. Ну, так, напоминалочка легкая. Ну, доработайте сами уже. Да, я поняла. Давайте со свекровью разберемся. Давайте со свекровью разберемся. Вот это, вот ваш случай очень показывает, как подсознание прячет переживания, модифицирует их, да, и только лишь одна связь, что это родительский, что это мама, это родительский дом, ну, намекнуло вход в это переживание, которое связано с собой. И вы его пытались забыть, вам было неприятно. Да, и оно спроектировалось на мать. Спроектировалось на вашу маму. То, что материнство в себе, вот эта вот жертва, да, которую вы испытывали, она была неприятной. И поэтому боль на маму спроектировалась. Ну, психика, она символична, она часто в символы прячется. Поэтому проекция, когда вас что-то в человеке бесит, это какая-то травма, даже не всегда напрямую связана с этим человеком, а связана с каким-то своим переживанием, напоминающим это. Ну, это я прекрасно понимаю. Потому что я тоже начала, как сейчас все работают над своей энергией, которую мы выплескиваем в мир. И я начала понимать, что если меня раздражает какой-то человек, проблема-то не в человеке, проблема-то во мне. Я же раздражаюсь. Это мне надо в себе попасть. Вот поэтому я и хочу понять, почему с мамой уже понятно. Я даже порой бываю прошу прощения о своей свекрови. Я говорю, простите, что я дергаю вас. Я говорю, я работаю над собой. Но могу с этим поделиться. Свекровь не помыла посуду за собой. Насвинячила на столе. Развила компот. Что еще там? Мухи летают уже. Мусорка не выбрались. Что там еще? Самая жесть, какая может происходить после ее присутствия в моем пространстве. Как ощущения? Посуду не помыла. Что ж такое? Опять в эпигастрии пульсирует. Это опять мы возвращаемся туда. Такое же ощущение возникло по интенсивности, когда вспомнили, что посуда не помыта. Да. И вот раздражение легко вспоминается, да? Свекровь. Ну вот именно я представила там сорт на полу. Я перед тем, как уйти, я протерла пол, прихожу, а тут как бы сорт. Я вот представила прямо это состояние и у меня немножечко, немножечко опять в эпигастрии. Немножечко или так же сильно? Ну, я не скажу. Ну вот как и тогда, когда я вспомнила про шов, что я почувствовала дискомфорт. Не скажу, что там вот так же. Так же. Один в один. Так же. Окей, хорошо. Давайте посмотрим, что там еще приключилось с этим ощущением. Итак, Александр, скажите тебе, мне 30 лет. Есть это ощущение? У меня 30 лет. Ну, есть. У меня 20 лет. У меня 20 лет. Не 10 лет. Не 10 лет. Не 10 лет. Ну, так же. Так же. Не больше. Не один год. 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 То же самое? Не один день я в животе у своей мамы. Не один день я в животе у своей мамы. Не один день я в животе у своей мамы. Подотпустила. Подотпустила. Мне один месяц я в животе у своей мамы. Мне один месяц я в животе у своей мамы. Ну вот есть. Появляется. Что такого один месяц происходит, связанное с этим мужчиной? Откуда же я знаю? Ну что я напоминаю, Слицет? Мне один месяц, я в животе у мамы. Я начинаю это ощущать в районе ее желудка. Что в этот момент происходит? Какая картинка идет в голову? Что идет мне в голову? Не в животе или нет? Вы в животе у мамы. Вам один месяц. Мама узнала, что она вам беременна. Что в этот момент происходит в жизни у мамы? Что связано с этим ощущением? Поясните, я не поняла. Что я должна увидеть? Мне. А вы ничего не должны. Вы просто увидите то, что там. Просто я вспомню. Да. Что под вашу голову сама пойдет. Вам один месяц. Вы в животе у своей мамы. Мама узнает, что она беременна. Как правило, в этом возрасте. И в этот момент что-то происходит. Ну, мама узнала где-то 5 недель беременности. Что она беременна. А моей сестре она кормит грудью. И она вообще не ожидала, что она может забеременеть. Потому что моей сестре было месяцев 5, наверное. Она родилась только. И получается, мама снова забеременела. Вот так было. Так. И что еще она возьмет? Ну, там любовь к детям. Может, что-то и было. Но я не думаю, что они думали, что там что-нибудь избавиться. Нет, нет. Это не про мои родители. Как беременность стала протекать у мамы? Было все хорошо. Мама переживала, что моя средняя дочь недополучает. Ой, ее средняя дочь недополучает. Вот молоко. Что вроде как нельзя молоко. Как-то вот что-то вот с этим связано. Что она вроде... В этом плане мама рассказывала, что как бы было сложно. Что потом начал живот расти. И что она мало уделяет внимания сестре моей, как бы... Токсикоз была мама? Нет. Она хорошо ходила беременностью. Так что же в этот момент происходит, связанное с этим ощущением в эпигастре? Ну, я вот это вспомнила. Наверное, как-то. Ну, вот когда вы это вспоминаете? Ощущения здесь вот усиливаются? Я вспомнила картинку рассказов маминных слов, что когда она кормила меня грудью, моя средняя сестра ложилась около ног и обнимала ноги маминой. И мама рассказывает, что ей было как бы от этого аж не по себе. Что вот она лежит как бы около ног, а ты на руках. И как-то вот... Вот. Вот что я сейчас вспомнила. Ну, то есть вся драма мамы в этом возрасте была связана с тем, что ей кажется, что она не додала любви вашей старшей сестре. Я правильно понимаю? И еще она, да, она говорила, что, как сказать, пока она была беременна, под мной, она кормила мою сестру грудью. Да. То есть она переживает, что там, что у меня там вдруг у меня зубы будут плохие или еще что-то. И когда мы ходили в том... Мотан традиция, да, как-нибудь? Да. Так что вроде как бы будут и кости плохие, там еще что-то. Так что не дай бог, там, Настя выпила там мои кости, мои зубы. Вот. Ну, как... Окей. Ну, это все, знаете, это не было каким-то грузом. Это просто какие-то были такие истории хихикалки какие. Не было. Ну, потом можно поржать. Но когда ребенок внутри, если мама испытывает эти чувства, их спрятать сложно. То, что женщина в период беременности... Да. Я думаю, она... Она всегда находится в измененном состоянии и очень легко входит в эмоциональный мираж. И если женщина себя пичкает страхами, что вот я не додаю и что-то может быть с ребенком, то в этот момент это вызывает напряжение внутри. А ребенок, то есть вы, находясь в утробе матери, эту стратегию запоминаете в период программирования. То есть, если я не идеальный, или вы кто-то не идеальный рядом со мной, как женщина, давайте так вам скажем, мне будет это раздражать. Давайте мы с этим поработаем. Итак, мне один день, я в животе у своей мамы... Мне один день, я в животе у своей мамы. Моя мама не знает, что она беременна. Как это, мужчине? Хорошо. В этот момент ко мне приходит Бог и говорит, дорогая Александра, в твоей жизни получится так, что когда твоя мама узнает, что она тобой беременна, она начнет очень сильно переживать по поводу того, что она кормит грудью в этот момент твою старшую сестру, и что ей либо придется завершить кормление, либо она в результате этого кормления каких-то микроэлементов будет не хватать тебе для становления и развития твоего внутриутробно. Но все это для того, чтобы в этот момент ты почувствовал, что твоя мама боится просто так, что нет никакого повода, что с тобой будет все в порядке, что мир прекрасен, и в этом мире тебя ждут приятные, позитивные ощущения. И это для того, чтобы ты в будущем наслаждался каждый днем своей жизни просто так и без всякой причины. Это для того, чтобы ты чувствовал глубокую связь с материнским даром, с любовью в этом качестве отношения к себе и вообще к любой матери женщины в этом мире. И это ощущение единства с женщинами, с женской природой, к женской силе и сутью рождало бы тебе прилив огромного счастья и любви, доставляя тебе искреннее удовольствие. И это для того, чтобы ты всегда воспринимала, что любые события твоей жизни всегда к лучшему. Как ощущения? Хорошо. Так, свекровь пришла ко мне. Когда я ушла, прихожу грязновато на полу, когда я протирала утром. Я прям не помыла. Так, как ощущения? Он немного пульсирует, но есть как бы. Ну вот, пол грязновато. Что это чувство? Ну, как-то уже не так. Не так. Голова говорит, что грязно, грязно. Он грязно, фиксен. Пусть еще грязнее не будет. В животе ощущение не такое сильное, но я не скажу, что оно было тогда сильное, но такое, оно чуть легче, чем было до. Фоновое. Фоновое. Ну, типа да. Примерно. У вас один ребенок, да? Два уже. Два уже, да? Какого возраста? Девять, говорили. В восемь лет и два года. В восемь и два года. Как вам в декрессе живется? Хорошо. Выучилась работая, чтобы дома не сидеть. А что делать-то? А, я занялась массажем лица. Угу. Устал практика лица? Или этот? Ну и немного. Фейсбилдинг? Фейсбилдинг? Устал, нет. Массаж лица. Просто массаж лица. Да, делаю массаж лица. Хорошо, Александра. А вопросы какие-нибудь остались еще? Ну, вообще, да. Вот вы мне сейчас начали говорить про беременность, про ощущение, что происходило. И я прямо аж напугалась. Вспомнила, как мы с мужем сильно ругались, когда я была беременна первой дочерью. Аж бросила в жар, если честно. Угу. Кого делили там? Или что? Мне где-то беременности было месяцев пять. И мы что-то вот на кухне такое делали, косметический ремонт, украсили шкафы. То есть, вы дышали краской, будучи беременной, да? Мне же надо все делать, конечно. Как же без моих рук сделаешься? И он что-то кричал мне, какие-то неприятные вещи. Конечно, я сейчас этого не вспомню. И у меня был такой сильный потом... Уже забыла, как называется-то. Тонус. Так. Я потом начала так сильно переживать из-за этого, что я говорю, ты кричишь, я беременна. Вроде как бы, ты что кричишь? Ну, поругались и поругались. А еще вспомнила, что когда я узнала, что я беременна, я вообще в этот момент... Ну, я хотела с ним расходиться. Я не сну. Вот. И я узнаю, что я беременна. И у меня были мысли вообще ему не говорить об этом. Ну, сложные отношения, ругались все время. Вот. И я не хотела ему это говорить. Я маме говорю, мама, я, наверное, ему даже говорить не буду, расстанусь с ним, и все. Буду сама воспитывать ребенка, в общем. Говорит, ты мне поможешь. Ну, конечно, помогу. Но ты что, совсем, что ли, ребенка без отца вроде растить? Ну, это все было на таких словах, как бы, когда я сказала мужу, что я беременна, он был очень счастливый, заплакал. Вот. Потом мы решили там пожениться, там расписаться, ну, как официально зарегистрироваться. И перед днем регистрации мы очень сильно ругались, он на меня сильно кричал. Но я думаю, что мужчины в этом плане очень эмоциональны. Я думаю, он сильно волновался по этому всему делу. И выплеснул на меня, там, не помню. Ну, было очень неприятно, негативно. Я плакала, закрылась в ванной. Это было дома у свекрови. Вот. И потом было несколько таких моментов, когда мы сильно ругались, и я переживала за ребенка больше. Не за себя. Я думаю, зачем ты на меня вроде как бы кричишь? Он меня выводил на эмоции. Вот. На такие. Так. И я больше всего переживала не за себя, а то, что это может отразиться на ребенке. Вот. Ну, что именно я боялась того, что будет с ребенком? Ну, что у нее могут быть, не знаю, какие-нибудь там испуги, страхи. И вот сейчас у ребенка 8 лет, и у нее реально испуги, страхи. И ее на все сыпет. Мама у меня чешутся глаза. Мама у меня за носа. У меня тут болит. Мама звонит со школы. Мама. И у меня сейчас выпадут глаза. Да, я говорю, доча, почему? Ну, то есть, четко выполняет ваши переживания, эти предписания, которые вы себя внушили в тот момент, получив это впечатление. Да. Ну, хорошо, давайте это перестроим. Готовы? Я готова. Да. Скажите себе, мне один день я в животе у своей мамы. Мне один день я в животе у своей мамы. В этот момент представьте, что к вам приходит Бог и говорит, дорогой Александр, твоя жизнь не получится так, что когда ты узнаешь, что ты беременна первым ребенком, ты вообще будешь думать о том, чтобы мужу не сообщать. И потом, когда вы все-таки пойдете и будете расписываться, да, муж на тебя будет из-за того, что будет сильно переживать, накричит, будет чем-то недоволен. И потом, когда вы будете делать ремонт в собственной квартире, и ты будешь на пятом месяце, он также будет громко раз. И ты будешь очень сильно переживать по поводу того, что эти скандалы отразятся на твоем ребенке. Но все это для любви, для радости и для счастья. Это для того, чтобы любой ор, который извергает твой муж, ты бы чувствовал, что ему не хватает любви, нежности и ласки. И ты бы понимал, что твой муж таким образом начинает открываться еще большей радости, любви, счастью и сексуальности. Это для того, чтобы любой подъем голоса со стороны твоего мужа воспринимался как призыв к сексуальным ласкам, к нежности, к любви. И к тому, чтобы он обрел еще больше рейтинг в твоих глазах, и ты бы от этого получала огромное удовольствие. И это для того, чтобы твой ребенок унаследовал ощущение целостности, радости, здоровья и уверенности в себе. Это чтобы твоя будущая дочка чувствовала, как она кайфует от этой жизни просто так и без всякой причины. И не видит никаких препятствий в жизни для реализации своих природных талантов. Как ощущения? Обидно же по лицу. Очень хочется, чтобы она не переживала ни по какому поводу. И я помню, когда она родилась, и я иногда ему говорю, ты на меня кричала, она у меня была в животе. Как тебе не стыдно? Я вижу, что ему стыдно, он прям из-за этого переживает. Итак, вы красите кухню, он что-то там орать начинает громко, так что соседи слышат. Как ощущения? Чего хочется сделать? Ну, угадайте. Кто говорим про сексуальность? Ну, того, чего не хватает, да, поэтому я добавил этой опции. Да, дело в том, что он в командировке уже давно, конечно, не хватает. Ну, я понимаю, но этой опции не хватает, да. Поэтому вы старое будете вспоминать как элемент сексуальной игры, и это будет позитивно сказаться на вашем мире ощущений. Все можно перестроить абсолютно в другой оболочке, и эта энергия пойдет в прорыве. Ну, перейдите ко мне жить, будете помогать. Что делать-то? Будете перестраивать меня. Не, одного раза хватит. Остальные сами. Ну да, ну да. А то, что вы сказали, что знакомый Ник, наверное, месяц назад я на другой эфир пыталась попасть, но... А, может быть. Не получилось что-то. Я неправильно сфотографировалась, да, поэтому вы меня сфотографировали. Ну, правильно сделал, да. До следующего раза. Хорошо, Александра, все. Удачи. Большое спасибо. Благодарю вас. Спасибо большое, да.